Всем добрый день! Давайте расслабимся в этот вечер. Ну, я уже вдохновлен мероприятием. И надеюсь, что мое сегодняшнее выступление будет тоже, скорее, может быть, самым легким для понимания, и самым легким в плане, может быть, какого-то даже юмора. Я, на самом деле, совершил какую-то некоторую ошибку, когда заявил такую тему, потому что все, кто меня спросил про выступление, поняли ее, что я сейчас вам тут прямо объясню, как взломать Пентагон. Но все это вам объяснят в районе девяти вечера. Здесь будет HackU, представитель научно-практической платформы, и они покажут наглядно взломы и все такое. Я же хочу немножко на другое обратить ваше внимание. Ключевой момент такой. Что правда из увиденного? То есть, смотрите, у нас есть фильмы, их много было снято, особенно за последнее время. И в них у нас появляются персонажи, назовем их инженерами, программистами, айтишниками, хакерами, специалистами по защите информации. И они все что... Проходите смелее, если хотите, проходите. И они все время что-то делают. Они все время, ну, как-то проявляют свою крутость. Давайте посмотрим, что они делают, что из этого правда. То есть, кто не знает то, что я показываю. Для того это будет, ну, скажем, некоторый рассказ о том, что правда из того, что увидено. Какие технологии, какие инструменты используются при их работе. А для тех, кто в теме, я обещаю, вы посмеетесь. Я вам это гарантирую. Итак, давайте начнем. Ну, повторюсь, не говорю, как взламывать или как не быть взломанным. Но, может, какие-то детали сегодня будут видны. Итак, как построено наше выступление? Есть N-ный фильм. Мы его смотрим. Ну, то есть, я уже посмотрел за вас. Делаем стоп-кадр. Вглядываемся в экран и смотрим, что на нем происходит. Смотрим, насколько режиссер, продюсеры и прочие люди, задействованные в производстве этого фильма, заморочились по поводу того, насколько адекватно то, что они показывают. Итак, что делает средний такой программист-инженер-фильм? Он, повторюсь, взламывает, защищает информацию, он ищет информацию. Еще вот это вот известное. Вот фото с камерой увеличится раз. Хорошо. Сразу этого не будет. В лекциях так нельзя делать. То есть, плохое фото останется плохим. В плане размытого, нечеткого. Дальше, разумеется, средний такой инженер-фильм, он в командной строке работает. Она черный обязательно фон, белые или зеленые буквы. Все должно быть крутым, клевым. И, ну, это, разумеется, программирование, что отличается от командной строки. Ну что ж, давайте поглядим. Давайте поглядим. Предупреждаю, что у нас здесь спойлеры очевидно. Поэтому, если вам какой-то фильм интересен, если вам какой-то фильм интересен, то вот так вот ушки, собственно, пальцы в ушки и не слушайте. Давайте начнем. А можно дверь прикрыть, пожалуйста, потому что там шумно. И можно пройти там, где по 4 человек сидят, там влезет 6. Я знаю, я в этой аудитории лекции веду. У меня 7 групп в потоке. Итак, ну, сразу опечатка, да, что-то я год не исправил. Матрица 1999 года, фильм. Вот, давайте сразу исправлять ошибки. Я это делаю на каждой лекции, да. Итак, слава богу, это не PDF. Матрица, фильм 1999 года, замечательный фильм. И там Нео был программистом, Матрица была программой, агент СМИ был программой, в общем, все такое программистское. Я не буду на Матрице останавливаться, я скажу небольшой факт, который, ну, известен, но не все о нем знают до конца. Вообще говоря, вот эта вот известнейшая заставка Матрицы, ну, если приглядеться в нее, мы можем увидеть, что есть просто перевернутые цифры, буква Z обычная, вот цифра 2 перевернута, а еще много-много японских букв. Так вот, один из дизайнеров фильма признался в том, что в этих заставках были использованы рецепты суши. Так что все это время, когда очень клевые зеленые буквы бегали, собственно, сверху вниз, ну, поэтому сверху вниз они бегали по экрану, нам показывали в том числе и рецепты суши. Еще один момент про Матрицу, которую не все знают, это просто для вашего кругозора. Матрица должна была закончиться по-другому, то есть то, что вы видели во второй и третьей частях, это было сделано под давлением. На самом деле, Вачовские хотели по-другому, и есть альтернативный сюжет, советую всем почитать. Он гораздо больше логичен, чем все закончилось. Окей. В 2001 году вышел фильм, который мне сбросили студенты, когда я рассказал про такую тему. Я этот фильм не знал, но когда я его посмотрел, я понял, вот оно. Вот сейчас будет все интересно. Итак, заставка этого фильма. Меня уже сразу... Так, темный шрифт виден не будет, но ладно, если что, я подсвечу. Коллеги, а можно... Там вот есть выключатель света, можно его потушить, пожалуйста? Вот тот. Спасибо. Немножко, чтобы было виднее. Итак, начнем с того, что... О! Заставка... Нет, выключите, да, оставьте. Заставка была вот такая, то есть тут появляется HTML-код. Фильм про крутых айтишников, которые сначала не хотят работать в компании, а потом их туда приглашают работать. Ну, этот код в течение всей заставки идет. Вот тут какой-то выпуск новостей, тут HTML бегает код. Значит, и самый классный, вот мой любимый кадр, судебное разбирательство, очень крутой хакерский код на экране. Значит, я говорю, что у нас публика делится на две части. Кто понимает шутки, кто не понимает. Значит, я рассказываю тем, кто не понимает. Перед вами язык HTML, язык разметки веб-страниц. То есть это язык, на котором, грубо говоря, пишут. Нарисуй таблицу. Нарисуй список меню. Там, нарисуй пункты. Жирный шрифт по центру. И не более того. То есть он не предназначен для каких-либо взломов или крутых программ. То есть это язык, который вот примерно так устоим. Небольшая справочка. То есть что такое HTML? Язык, который понимает ваш браузер. И вот это исходный код. Браузер, считывая страницу в таком коде, делает вот такую вещь. Это все, что он делает. Вот больше он ничего не может делать, кроме того, что превращать вот такой текст вот в такой. Но крутые хакеры. Итак, на что еще стоит обратить внимание в этой заставке? Уйма просто первых. Смотрите, во-первых, HTML-код, ему все равно писать заглавными буквами или строчными буквами. Но в заставке написано по-разному. Знаете, что это обычно означает? Что этот код писал несколько человек. Вот. Во-вторых, ну, знающие люди, которые занимаются веб-разработкой, вам скажут, что так никто не делает. То есть смотрите, вот таблица и написано. Таблица. Ширина 100%, границы нет. Значит, и так далее. Значит, текст фона, это такой желтоватый, такой бежевый фон. Так сейчас не делают. Да, сейчас делают отдельно разметку страниц. То есть вот это будет блок такой, в нем будет таблица, в нем будет текст. А всякие шрифты, цвета, размеры, поля, это язык CSS за это отвечает. На фильм 2001-го года тогда так еще делали. Все еще такое продолжалось. Вот. Теперь вот это очень крутой тоже скриншот из заставки. Значит, смотри, фильм называется «Антитраст» по-английски. То есть «анти» означает «Все, доверие закончилось». Вот. А HTML как устроен? Есть открывающийся тег, то есть «Сейчас что-то будет». И закрывающийся тег, то есть «Сейчас это закончилось». То есть вот заголовок начался, заголовок закончился, абзац начался, абзац закончился. И тут у нас, конечно, очень громкая мысль, что доверие закончилось. Вот. Это раз. Второе. Вот это вот «DogType HTML Secure». Это обычно заголовок в любой HTML-странице. Такого нет. Ну просто такого не существует. Secure ничего не означает. То есть вообще нет такого, что эта страница более защищенная. она более какая-то безопо... Нет такого. Это просто придумка фильма. Просто, ну, прикольно. Также антитрасс видит тег наоборот. Это вот как смайлик такой, когда сжатые веки. Так. Это рассказал. Ну вот, собственно, траст закончился, начинается антитрасс. Ну и, опять же, знающие люди HTML разбираются в том, что никакой, как бы, никакой конец страницы не заканчивается тегом закрывающимся центр. Закрыть надо что? Бади. Совершенно верно. Тело страницы, только потом надо закрыть HTML. Так что синтаксическая ошибка. Ну, HTML все стерпит. Вот. И в самом конце идут титры, ну, продюсеров. Вот тут они подсвечены. Во-первых, опять очень важный код, который говорит, что, значит, задний фон будет белого цвета, а текст черного цвета. И вот этот вот замечательный executive producer. Тут, к сожалению, не видно, но вот здесь вот одна фигурно открывающаяся скобка, просто вот от балды написанная. Ее нет в HTML-коде вообще никогда, то есть она просто написана, ну, фигурная скобка, это же так по-программистски, это же так здорово. Вот такие ребята занимаются счастливой разработкой. Видите, вот везде этот HTML-код остается. Собственно, что у них, что у них в компьютере происходит? У них в компьютере язык C++. При этом достаточно дежурная программа, но они радуются, что они что-то сделали. Это точно C++, это видно по синтаксису. И это важно, почему C++, я чуть-чуть дальше расскажу, почему. Значит, в процессе фильма один из героев приходит домой к IT-магнату, вот, и он говорит, вот картина на стене меняется вот от этого вот к этому. И этот магнат говорит, это цифровое панно. Да он знает, какие картины мне нравятся, какую музыку я люблю. Он также чувствует вкус любого, кто находится в этой комнате. Ну, сейчас, наверное, мы можем помыслить, как бы это цифровое панно работало. Что там есть машинное обучение, есть нейросетки, которые обучились. Да, и, наверное, по предпочтениям он понимает. Но вопрос, что это означает? Он также чувствует вкус любого, кто находится в этой комнате. Это как? Считывает по камере, гуглит фамилию, имя в интернете по интересам, неизвестно, это 2001 год. Вот это такое, ну, упущение. Не очень понятно, как это работает, а вроде фильм претендует на то, чтобы быть, ну, правдивым. То есть тут действительно много технических особенностей, ну, вот HTML-код был. Окей, дальше тут ему показывают, что у него есть сеть спутников. Ну, тут все юзер-френдли, в принципе, да. Что хорошо? Хорошо показаны IP-адреса спутников, которые выходят в сеть. Вот, что плохо? Я не очень понимаю, что такое network unavailable. Ну, то есть технически это означает, что сети нет. Вот, но тем не менее, ну, ладно, это работает. Вот. Ну, и вот я не знаю, как в этом ориентироваться, хотя, может, я не в том, время родился, может, роди себя на лет 20 раньше, я бы понимал это. Хотя можно как-то это расшифровать. Ладно, дальше. Сцена такая, приходит на работу, приходит в кабинет этому уже принятому на работу человеку, директор, вот тот самый магнат, говорит, диск, посмотри. Вау, ты можешь это использовать в своей работе? Да, сжатие, это цитата, сжатие замечательное, посмотри сюда. Сейчас, наберите воздуха в грудь, кто знает твою разработку. Значит, что тут проверяется? Этот код, который показывает, как великолепный написанный кем-то код, здесь написано следующее. Входная строка, первый символ буква G, второй символ буква E, третий символ буква T. Иначе, если, если это первый символ буква H, ну, то есть head, а иначе вывести ошибку, что неправильный HTTP метод. Ну, давайте так, все-таки, раз мы еще рассказываем какие-то популярные вещи. Что такое метод? Метод — это вообще говоря, в HTTP протоколе, на котором работает наш, собственно говоря, интернет, наш веб. Когда запрос с вашего браузера уходит на сервер, в нем с самой первой строкой идет так называемый метод. Это такая строчечка, просто текст, и по нему сервер понимает, что надо делать. Get означает, что надо получить, просто отдать какую-то информацию. Post означает, что надо добавить. Put означает, что надо обновить. Delete, что удалить, и так далее. Так вот, собственно, замечательное сжатие, я не знаю, как сюда относится, но это забавно. Значит, дальше уже, да, кстати, это язык Java. Обратите внимание, это уже не C++, то есть, видимо, он уже прокачался, пишет на другом языке. Java — это почему? Потому что, во-первых, вывод стиля Java, ну, а во-вторых, никто не отменял вот это вот. Вот сейчас всерьезку. Наверняка тут есть молодые люди, которые, ну, мальчики, девочки, которые только начинают информатику изучать. Вот, и, соответственно, есть такая вещь, как стиль кода. И дело в том, что стиль именования переменных в разных языках, он различается. Если бы это было бы C++, вот никак больше я бы это не понял, но в C++ мы написали бы doing, нижнее подчеркивание, и с маленькой буквы get. А здесь так называемый camel case, когда новое переменное пишется с большой, ну, новое слово в переменной пишется с большой буквы. И получается doing get. И это Java. Это Java так палится. Окей. Теперь еще одна такая сцена. Мне кажется, сжатие там имеется в виду, что внутри все сжимается, когда видишь это. Интересная мысль. Окей. Дальше еще одна сцена. Не буду говорить, что нам по сюжету, какую играет роль. Но, значит, тот говорит, ну, как бы тот попался. То есть это, видите, какое-то мероприятие, тот попался, что что-то делает. И он говорит, я пришел записать свои мысли. Смотрим на его мысли. Значит, о боже, он научился правильно проверять метод запроса. Теперь он проверяет, что действительно строка равна строке. Ну, как бы знающие люди поймут. А не знающих приглашаю изучить веб-разработку. Вот. В общем, очень интересный, очень интересный фильм. Очень классный. Меня он прям вдохновил на то, чтобы продолжить. Ну что ж. Продолжим. Внезапно. Фильм «Ночной дозор» 2004 года. Наш российский. Ну, чтобы как-то показать то, что у нас происходит. Ну, во-первых, если вы помните этот фильм, вы запомните замечательную сцену в поисковике «Рамблер», что «Ночной дозор» искал в будущем. Вот тут вот есть «в будущем». Переписанный интерфейс. Еще у «Ночного дозора» была замечательная система слежки за всеми людьми на планете. Ну, как бы маги же, конечно. Вот. У нее интерфейс был такой. Значит, они выбирали события негативные, позитивные, нейтральные. Дальше журнал «Был встреч». И дальше, собственно, разворачивалась целая такая сеть или граф, в котором показывалось видео общение с людьми. Вот это какая-то медсестра в поликлинике. Ну, во-первых, это, конечно, с одной стороны прикольно, потому что сейчас, ну, когда мы говорим про слежку за гражданами, мы, наверное, что-то такое подразумеваем на самом деле. Единственный мой вопрос. Зачем светлым иным «Ночного дозора» вот этот вот красный интерфейс? Вот как бы что в этом прикольного? Как бы сколько времени вы смогли бы работать с информационной системой, которая вся красного цвета? Про интерфейс вообще отдельный разговор. Понимаете, как фильм остается фильмом, да? И надо показать какую-то такую клевость, да? То есть что если покажешь черный экран и там какие-то серенькие буквы, это будет не клево. Поэтому там все время должно что-то происходить такое эдакое. Замечательный пример этого. Это один еще наш российский сериал. Ну, не то чтобы плохой сериал, он просто очень долго идет. Это называется он «След» по каналу НТВ. И не только. И, значит, ну, некоторые знают этот сериал, смотрят его даже, наверное. Так вот, там в каждой серии, вот я проверял, в каждой серии есть персонажи, которых называют, вот именно они инженеры, они одновременно и лаборанты, и химики, и биологи, и программисты. И вот у них все время вот такая вот информационная система ФЭС всплывает. Вот. Притом, это сейчас будет единственная гифка в презентации. Вот. Я записал, ну, чтобы вы динамику видели. Вот динамика, смотрите, сейчас. Запустись. А, все хорошо. Смотрите, смотрите. То есть это не просто вот тут движение, какой-то код двигается. Это просто, это даже просто полоски. Это просто полоски. Сзади какой-то код программный идет зачем-то. Почему опечатки не сразу показались, а вот так вот открываются в анимации очень медленно. Ну, давайте так. По правде, любые поисковые системы в органах так не выглядят. Обычно это очень простой интерфейс. Как бы, ну, самый простой. Без дизайна. Просто вот сел, открыл форму, вел текст и поискал, чтобы прямо вот заниматься вот этой вот, понимаете, сколько денег требуется на дизайн, зачем это нужно, вопрос хороший, зачем такие разработки с таким дизайном ФСБ, МВД, я не знаю. Я не видел, конечно, оригиналы, может кто-то из присутствующих видел, но не говорит никому. Потому что что? Регламент. Вот. Итак, я хочу еще один факт заметить, сейчас серьезно. Дело в том, что отношение к технологиям в мире поменялось за последние лет 20. И очень хорошо это иллюстрирует персонаж один из сериала «Американские боги». Зовут его Техно-мальчик или Техно-бой. Дело в том, что в книге, которая вышла в 2001 году, он описан толстым прыщавым подростком, который ходит с коммуникаторами и, собственно, ведет себя отвратительно. Общего с персонажем из сериала только то, что ведет себя отвратительно. А в остальном это мажор, прекрасно одетый, еще что-то делающий. В общем-то, абсолютно по-другому представляется тот, кто является богом технологий. И это важно. То есть, если в начале 2000-х у нас как бы инженеры, программисты, это было фриковое что-то, то сейчас это начинает обрастать лоском, каким-то нуаром, это начинает быть круто, клево, и, значит, фильмов все это надо отражать. Ну и, соответственно, фильмы тоже развиваются. Конечно, начинают они больше прорабатывать детали, но до конца проработать детали не получается даже у лучших представителей жанра. А от Шерлок сериал, как вы думаете, какой момент будет на следующем слайде? Как? Нет, нет, нет. Хотя можно было его. Мариарти взламывает что-то там. Во-первых, я не знаю, где это находится, но по атмосфере это похоже на еще и подвал. Ну, то есть, это музей британский, очевидно, или это Тауэр даже. Вот, как бы, где гарантии, что, то есть, где гарантии, что Мариарти, нажимая на интерфейс приложения, что у него отработает интернет, чтобы, собственно, передать сигнал о взломе. Да. Он же не взламывал. Он не взламывал, но он запускал, как бы, он запускал, секунду, подождите, он запускал приложение, осуществлявшее открытие замков. Значит, всех каких-то замков. То есть, замков у сейфа. Другой случай был, это замок был у этого. Замки открывали охранник. Фактически, возможно, это была отправка смс охранником, который отправил это. А, да, спасибо, точно. Спасибо большое, что напомнили. Я хочу к чему это сказать. Дело в том, что всерьез, в течение всего, спасибо большое за комментарий, я не помню, но я хочу сказать другое. В течение половины этой серии муссируется история про некоторый ключ, который открывает все замки. До конца сейфа. Спасибо большое, я действительно забыл. Некоторый двоичный код, который вообще отстучали пальчиком на столе. Вот этот миф, что есть универсальный ключ, который открывает все замки. Вот это, ну, видите, раз в 10, в каком он, в 12 или 11 вышла эта серия, значит, раз там все еще муссируется идея о замке, который открывает все двери, значит, мир до конца еще не разобрался в технологиях, чтобы сказать, ребят, давайте мы не будем научной фантастикой заниматься. Ну и правда, научная фантастика и любой фантастикой надо заниматься нормально. Ничего такого не палить, если мы не знаем, как это выглядит. Вот, например, Мстители. Мстителей, замечательно, есть одна вещь. Они не показывают многого в плане того, что это нельзя разглядеть. Вот как я не пытался посмотреть, на что Тони Старк тут смотрит в плане интерфейса. Я разглядел только, ну вот, собственно, карту, на которой показано место инцидента в предыдущей сцене, когда там в Австрии что-то произошло. И больше ничего. То есть остальное просто не разглядел, что это такое. Хотя намеки какие-то есть. Зато отличная в этой же сцене есть отсылка, когда Тони Старк такой, а он в галагу играет. Думали, что не заметит. Заметили. И вот, собственно, этот оператор, офицер сидел и играл в такую игрушку, достаточно популярную в своей сфере в свое время. Это галактическая стрелялка. Вот. Ну, дальше будет серия уже фильмов, которые, ну, более, знаете, более глубоко погружены в технологии, но оттого и ошибки-то смешнее становятся. Значит, итак, Трон. Вообще, Трон это не первый фильм. Изначально был очень, как бы, такой культовый фильм Трон, который я всем советую посмотреть. И вот сняли его продолжение Трон Наследие. В одиннадцатом году он вышел. И там, значит, есть сцена, как сын главного героя из прошлого фильма проникает в здание корпорации, которое теперь не его отца, а принадлежит другому человеку, и он каждый год над ними шутит. И он что-то там взламывает, и при этом вот такой кадр появляется. Простите. Вот такой кадр. Я увеличил этот код, который вот здесь вот все время находится в этой сцене. Значит, во-первых, зачем-то в этом коде присутствуют операции со строками, и в них явно в конце прописан символ слэш N. Вот он, обведенный красным кругляшком. Что такое слэш N? Вот когда вы просто пишете текст на компьютере, вы нажимая Enter, вы не просто переносите курсор, вы вводите символ. Этот символ означает, что надо ничего не ввести, но курсор отправить на следующую строку. Это называется символ переноса строки. Так вот, зачем это здесь находится? Видимо, это код, который был из каких-то логов скопирован, где специально программисты вставляют вот эти вот переносы, чтобы они были. Но здесь зачем это, я не знаю. Еще одна история это content type. Вот здесь вот тоже я разглядел. Он же взламывает. Значит, надо передать какой-то тип содержимого. И предает на тип содержимого под названием программ. Я такого не знаю. Content type имеет обычно где применение, когда опять же в интернете браузер ваш общается с сервером, они общаются говоря о том, что а вот это у меня текст, а вот это у меня картинка, а вот это звук, а вот это скрипт на каком-то языке. Вот, пожалуйста. Вот там этот content type используется. Окей. Дальше. Идет презентация и вот это некоторый рабочий стол, то есть это как там стол, планшет, то есть на столе все происходит и показывается вот это вот приложение текущего директора компании. Ну, во-первых, вот это календарь. Что это означает, я не знаю. То есть, видите, тут еще какие-то дни выделены. то есть это явно что это означает, но не пишется, что это означает. Дальше. Вот здесь какая-то картинка, это не динамическая картинка, но на ней происходит вот это вот кручение такое трехмерное, такое крутое, графики такие строятся. Вообще тут написано Bandwidth. Bandwidth это пропускная способность, очень известный термин в, собственно, в коммуникациях означает, сколько за определенный промежуток времени может канал передать информацию. То есть, в том числе, ваш скорость интернета связана с этим понятием. Но обычно графики выглядят как-то так, двумерно. То есть, вот в каждый момент времени столько-то мы килобайт могли передать или там мегабайт. Что означает вот такие графики, мне не очень понятно, но зато это, конечно же, очень круто выглядит. Потом показывается уже презентация, это просто вот такой классный экран. Я даже комментировать его не хочу, потому что его в следующей сцене взламывают собачкой. И параллельно, значит, ну, осуществляют некоторые пиратские действия в отношении продукта операционной системы, который разрабатывается компанией. А вот дальше интересно. Дальше как раз-таки такое чувство, что два разных человека делали эту сцену, и один из присутствующих здесь человек, вот он здесь сидел, он включает консоль, это тоже кадр из экрана, и вводит вполне себе сносную команду отобразить список процессов и найти в нем процессы, которые связаны с этой операционной системой S12. Написав этот код, он вышибает с помощью kill9. Что такое kill9? Ну, kill9. 9 – это сигнал прерывания, означающий безусловное прерывание. Kill9 – это, ну, вот, кто Linux хорошо знает, это вот означает, что просто вот все обруби касательно этого процесса, вот все, чтобы следов не осталось. Он так и называется kill9. Вот, то есть это как раз-таки большая, это правдиво, то есть так бы мы и сделали в реальности, если мы хотели бы вырубить какой-то процесс. Сначала бы нашли его, а потом, собственно говоря, его вот так вот вырубили. Процесс – это вот как вот диспетчер задач, если кто-то только Windows это видел, примерно то же самое. Еще один фильм, который очень добротно проработан с точки зрения контента – это фильм «Девушка с татуировкой дракона». Здесь две сцены я покажу. Значит, первая сцена, она ищет информацию в интернете и показательно, что она делает. То есть видно, что консультировали действительно специалисты. Во-первых, вот я тут как будто как сам хакер увидел какой-то адрес и сразу ввел его в сеть. Здесь была страница выпускника ВУЗа. Это действительно оказался сайт ВУЗа, но это уже мой скриншот. То есть у меня, ну я так полагаю, что это означает, что я, как бы, страница не найдена. Но тем не менее сайт ВУЗа был правильный, то есть посыл был тоже правильный. Дальше. Она гуглит некоторую информацию и нажимает сразу же, видите, ссылку под названием «Cached». То есть она вызывает не исходную версию страницы, а кэш, предполагая, что страница могла поменяться или быть недоступна. Ну вот, дальше открывается такая страница. Вот тут такая ссылка. Я не знаю, как кэш гугла выглядел тогда. Сейчас он выглядит чуть-чуть подлиннее. Вот это кэш страницы Википедии про Швецию. Но знаете, это хорошо, то есть именно, что нажат не сразу ссылка, а именно кэшированная версия для того, чтобы что-то. Это очень хорошо. Другая сцена, она занимается поиском, поиском происшествий, нераскрытых, по-моему, нераскрытых убийств. И при этом она пишет SQL-запрос. Что вы понимали, SQL-запрос это отдельный язык для работы с данными. Его учат отдельно. И вы понимаете, как? То есть код, который здесь написан, можно просто в учебник вставлять или там в занятия. Ну, единственное, что тут я запикал виды этих совершенных преступлений, оставив только там обезглавливание или пожар. Ну, потому что остальное было еще хуже. Но тем не менее, смотрите, вот здесь вот немножко не влезло. Distinct. Это означает, что запрос должен содержать уникальные строки. Дальше. Она выбирает таблицу инцидент, то есть происшествия. И буква V означает VFName, VLName. То есть V это, наверное, жертва, victim. Выбирает фамилию и имя. Дальше. Кто занимается, ну, знает, что такое база данных, видите, это join. То есть это как бы join что-то, когда мы соединяем две таблицы, чтобы получить более общие данные. То есть это настолько, ну и дальше, собственно, когда это происходило и тип некоторый произошедший инцидент. Понимаете? Ну, это такая проработка, которая действительно очень грамотная. То есть к этой сцене с точки зрения совершенных действий просто не придраться. В 14-м году немецкий фильм вышел под названием HUAM или Ни одна система небезопасна по-немецки ConSystem Ist-Zicha. И в ней это про хакеров фильм. И в нем они совершают несколько акций. Я две буквально вставил себе в презентацию. Значит, первое. Они хотят запустить видео альтернативно тому, которое нужно в рамках телетрансляции. Смотрите, что написано. Очень прикольно. Написано Buffer Overflow SH. SH это как экзешник только под линуксом. А Buffer Overflow это переполнение буфера. То есть это означает, что буфер это обычно что-то, что должно регулярно обмениваться информацией. То есть туда загружается информация и оттуда она исходит. Buffer Overflow это ошибка, что в буфере нет места, все, мы работать не можем. Это звучит логично, если они хотят что-то действительно вызвать исключительно и подставить свой какой-то контент. Дальше идет обычная команда скопировать. Единственное, что я не знаю, но может быть я просто забыл линукс, почему здесь стоит параметр R, это значит рекурсивное копирование. Обычно это копирование над папками, то есть когда я хочу не только папку скопировать, а еще и все ее содержимое. А тут копируется вроде бы mp4 файл. Ну да ладно. В результате у них все получается, я уж не стал до конца показывать сцену, но вы можете догадаться, что они хотели нарисовать вместо графика какого-то там индекса, который нужно. Я оставил максимально так, чтобы кто хочет, тот поймет. Еще одна их акция, они на некоторой ветеринарной клинике, а нет, они на фармкомпании хотели нарисовать мы убиваем животных, we kill animals. И вот такой код, я сейчас покажу подробности, вот у них вот это получилось, то есть нарисовали окна. Здесь два момента. Вот два куска кода. Вот здесь написано setup font. Звучит логично, потому что если я рисую текст, то мне наверное как-то надо сказать, как буква А выглядит, какие окна зажигаются, как буква Б и так далее. Единственное, что я лично не очень понял, почему вот выше main и в нем первая же строчка box and text hello world. Значит, почему все посмеялись на hello world? Hello world это первая программа, которая пишет программист на языке, когда его изучают. Типа, вот ничего не умею, но вот hello world, вы истинный экран, привет, мир. Почему здесь остался hello world при такой тотальной обработке, я не знаю. Может быть, как бы я сам ошибаюсь, на самом деле тут есть глубокий смысл, и дальше это меняется. Может по умолчанию действительно, просто чтобы заглушка была какая-то, но смешно. Может быть это отсылка, может вообще пасхалка, почему нет? Мы уже, я пока не могу сказать. Ну, раз мы говорим про взломы, что бы нам не вспомнили фильмы про тех, кто, собственно, поучаствовал в том, чтобы как украсть данные, как их опубликовать, сделать открытыми и доступными. Тут два фильма, уже скоро заканчиваются, не переживайте. Что там с регламентом? Нормально все. Итак, пятая власть, ну тут немного, тут я хотел просто показать два кадра. Первый кадр вот такой. Вот если вы в любом фильме видите вот такую сцену, она ничего, общего ни с чем не имеет. Ни с программированием, ни со взломом. Это просто визуальные эффекты. Вот всегда. То есть никогда ни одна сцена, в которой, как их звать, символы превращаются в что-то визуальное, она никогда не является какой-то осмысленной с точки технической зрения. Это просто красивый визуальный эффект. Ну, да, это называется аске-арт, то есть это искусство рисовать, собственно говоря, картинки с помощью вот символов. Другая сцена, еще одна. Так, у меня есть укрупненный. Да, сцена, как они вместе работают с Джулианом Асанжем. Кстати, это Джулиан Асанж, его играет Камбербэтч. Так вот, это экран, где они, ну, как-то работают с документами. Я не знаю, что здесь что, но мне это кажется понятным. Вот смотрите, надеюсь, что видно. вот это похоже на дерево папок и файлов, потому что вот какая-то вложенность. Это похоже на какие-то процессы, мало ли, пусть они отображаются. Вот здесь похоже на чат, здесь просмотр документа. То есть, в принципе, не знаю, выдуманный интерфейс или реально существующий терминал, но это выглядит, в принципе, здраво. В свою очередь, к другому нашему известному взломщику, да, мы все знаем, он жил у нас в Москве, ну, не совсем в Москве, в аэропорту, с Ноудом. Тоже был фильм про него. И тут немножко больше вопросов. Значит, смотрите. Сцена, где он там в этой Академии Шпионов, или как это назвать. Ну, тут единственное, что можно заметить, Windows XP. Вот. То есть, это важно, тоже скажу, почему. Значит, смотрите. Дальше он показывает, ему показывает коллега, что вот есть, вот за всеми следят все контакты, все коннекшены. Это визуальные эффекты. Вот это к следу, вот к трону. То есть, опять же, никакая программная система не будет заниматься вот такой крутой визуализацией. То есть, это просто мультик. Вот эти вот звездочки какие-то непонятные. То есть, ну, это не запрограммировано, да, это просто красивый визуальный эффект. Да, если это была бы реальная система, где показывали соединения, она была бы статичная, и вот так можно было бы двигать контакты, смотреть кто с чем. Вот даже система дозора ночного была больше похожа на правду, чем вот эта. Окей. Дальше сцена самой важной в фильме. Ну, поскольку все знают, что Сноуден сделал, то спойлеров, наверное, нет. Он приходит, чтобы документы себе забрать. Мы видим, ну, вроде какой-то браузер, а вроде бы какие-то папки. Он, собственно, обычным образом вставляет флешку и копирует. Дальше происходит то, что я не очень понял. Ну, то есть, почему при копировании группы файлов у нас вылезает количество окон столько же, сколько этих файлов? Почему все файлы одинакового размера 4,83? Но, сразу оправдаю, я придумал почему. Возможно, это не файлы, а зашифрованные блоки, которые обычно действительно в блочном шифровании могут быть одинакового размера, чтобы не спалить где какой файл. Может быть, а может просто это вот так вот. Единственное, что я еще не понял, я прям вгляделся, где имена копируемых файлов. То есть, обычно я прям скопировал файл у себя на компьютере, проверил, где это должен быть файл name, то есть, или имя файла, который копируется. Может, это опять же заказ под то, что это зашифровано и имен у этих блоков нет. Не знаю. Ну, и один еще фильм для разработчиков он достаточно будет смешной момент. В принципе, да, интересно, то, что это посмотреть, апгрейд. В нем есть очень интересный момент. Значит, в нем есть сцена, где, ну, опять, какой-то взлом, и там появляется вот такой код. Он очень быстро появляется, вот очень быстро. Я не знаю, как с такой скоростью набирать, я вам покажу в конце лекции, как это делать. Ну вот. Но, если приглядеться, то есть, во-первых, это питоновский код. Язык Python называется, да? Во-вторых, он действительно про сеть, потому что вот здесь вот есть сокеты, собственно, коннекты. То есть, это адекватный код на языке программирования питон, посвященный сетевому программированию. Проблема в том, он не работает. Почему он не работает, может понять любой начинающий разработчик на питоне, потому что в нем чего нету? Совершенно верно. Питон язык, который требует отступы в качестве операторных скобок. То есть, если я уберу все пробелы, этот код не запустится, или, ну, отработает только немного и неправильно. Вот. То есть, ну, такая небольшая ошибочка, хотя в остальном код действительно адекватный, действительно взят откуда-то в тему, он сетевой и так далее. На самом деле, хакером может стать любой человек. Если вы еще этот сайт не знаете, я вам советую его использовать, потому что, смотрите, сейчас я покажу. Сейчас я даже переключусь, переключусь вот на это. Так, ведем. Смотрите. Hacker.typer.com Надеюсь, что интернет нас не подведет. Так, вот. И, соответственно, смотрите. Быстрее, 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 тихо, 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 это еще не все. Ну, я все не могу найти. Тут еще бывает зеленое окошко, аксесс грант от вылезает, типа доступ разрешен. Не могу что-то воспроизвести. Альт-энтер, альт-энтер. О, во-во-во. Все. Ладно, это они. Вот. Hacker.typer. Hacker.typer. Рекомендую. Классный сайт. Классный сайт для того, чтобы первый раз пошутить, второй раз с ним уже не пошутишь той же компанией по понятным причинам. Я, по-моему, если я не ошибаюсь, он выводит алгоритм, по-моему, сортировки быстрой. Или, может, сортировки слиянием. То есть, для тех, кто понимает. То есть, это один из известных алгоритмов. На языке C++ выводится вот таким образом. Но, как бы, для первого раза, или вот с такой скоростью во всех фильмах хакеры печатают, кстати, если вы заметите. Я это могу воспользоваться только, собственно, лопаньем по клавиатуре. Так, а, по-моему, это все на сегодня. Спасибо вам.